Привет! Как дела? Сегодня хотелось бы рассказать вам о том, как получить самые выгодные скидки после Рождества. Ждать придется очень долго, около полутора месяцев. Когда начинается уже сезон распродаж, а это происходит в Лондоне в районе 20-х чисел января, вот тогда можно уже ходить и охотиться на те вещи, которые вас интересуют. В основном я говорю об одежде. Если это электроника, автомобили, что-то для дома, что быстро раскупается, лучше идите и покупайте это в боксинг-дэй, ну или чуть-чуть попозже после Рождества. Потому что люди уже привыкли покупать все, что они планировали после Рождества и в период распродаж. Но я покупаю абсолютно все, что мне интересует, со скидкой 75-90% после того, как закончатся распродажи. То есть, когда я вижу объявление, что идут последние распродажи, или там сегодня последний день распродаж, я понимаю, я после этого дня пойду по всем абсолютно магазинам смотреть, что осталось. Да, возможно, там уже будет в потрепанном состоянии, но я такие вещи и не беру. Да, возможно, там не будет моего размера, такие вещи я тоже не буду брать. Лично я выискиваю вещи, которые подходят мне, которые идут мне и как бы которые стоят очень дешево. Но так как я студент, мне всегда приходилось экономить что на еде, что на одежде. И в принципе, я скажу, что мой гардероб ничем не хуже других девочек, которые получают большие зарплаты на своих работах в Великобритании. Потому что я знаю, как купить те же самые вещи, что покупают они, но в 2, 5, 10 раз дешевле. Слушайте, как я это делаю. Начну с того, что как бы само по себе потребительство и покупку, скупку одежды, которая мне не нужна, я не люблю, не приемлю и не собираюсь покупать whatever, что мне захочется вот в данный момент. Померила, о, классно, беру. Нет. Во-первых, изначально я знаю, что я хочу купить, что мне идет, что мне надо померить. Кстати, по поводу примерок, часто бывает так, что я померяю вещь, но сложусь ей, пофотографирую себя и потом как бы думаю, а зачем она мне в принципе нужна, куда я в ней пойду, что я как бы буду в ней делать, а не потолстею ли я и не похудею. Что навряд ли. Как бы, если я вижу, что что-то жмет не очень так хорошо, я начинаю сомневаться и думаю, ладно, пусть лежит. И через неделю-две я приду, если эта вещь до сих пор в моем мозгу, если эта вещь до сих пор висит в магазине, то, возможно, я ее куплю. Так вот, однажды я очень долго сомневалась, хотела купить пальто в Тикимаксе. Ну, про магазины я попозже буду рассказывать. Там очень классное было пальто, по-моему, от Армании. Ну, в общем, каких-то высоких таких дизайнеров. И стоило оно 270 фунтов. Для меня это, как для студента, была неприемлемая цена, но на тот момент у меня уже были деньги, которые я, в принципе, накопила на следующий мой год обучения. Но так как я не собиралась продолжать обучение и собиралась ехать домой, это было в 2017 году, когда я закончила университет и на MBA еще не собиралась поступать. И могла себе это позволить, 270, но даже в тот момент, когда у меня были деньги, для меня это было очень дорого. Я долго ходила, через неделю зашла, она висит. Но я очень долго сомневалась, потому что, в принципе, пальто, шубы, все абсолютно я покупала до 60 фунтов. Шубу свою вообще в Тики Макси купила на последней распродаже, ну или даже после распродажи, вот то, о чем я говорю, за 15 фунтов, которая стоила 100 фунтов. В общем, сомневалась, сомневалась, через две недели прихожу, уже с деньгами, все, она просто идеально на мне сидела, я просто его очень захотела. И оно у меня из головы не выходило. Я пришла с деньгами, пальто нет. Значит, не судьба. Я считаю так, и всегда так отношусь к вещам, которые я покупаю. Если мне очень хочется это платье, это пальто или что-то, что не выходит у меня из головы, я иду и покупаю. Вот это та вещь, которую вы ждете, та вещь, которая вам нужна. Но если ее не оказывается в магазине, значит, это не та вещь, которая вам нужна, и вы найдете что-то лучшее. У меня есть все вещи, которые необходимы в моем гардеробе, и, в принципе, все остальное, как бы, это уже излишество. Так как я стараюсь думать о природе, о глобализации, о мире, я считаю, что это излишество покупать какие-то вещи, которые, в принципе, не нужны, и носить их негде. На тот момент, когда я в 2017 году уезжала из Лондона и не собиралась уже возвращаться, я потеряла практически весь свой гардероб, потому что в тот момент я продавала дом брата, и прямо накануне моего отъезда уже в Россию, когда у меня уже виза заканчивала, мой юрист, который продавал мой дом, сказал, что я должна полностью очистить дом от любой мебели, от любых вещей, ну, потому что я оставляла дом в продажу на его попечение. У меня был всего один день, и я не знала, с чего начать, но об этом я расскажу попозже. И вот именно в тот момент мне пришлось очень долго думать, что я возьму с собой, что очень ценное, там, семейное, фамильное, а что я могу выбросить. И вот так вот пришлось мне три четверти моего гардероба выкинуть. Что-то раздала, что-то просто снесла в Charity, кстати, Charity это тоже отдельная тема, о ней тоже сегодня буду говорить. В общем, потеряла гардероб, но в принципе я выкидывала именно те вещи, которые я надевала один-два раза, потому что их некуда носить. Какие-то изящные платья или туфли вот на таких каблуках, все абсолютно мне пришлось выкинуть. Именно по этой причине, когда я приехала уже обратно, когда у меня уже были некие деньги после продажи дома, которыми я могла оперировать, я немножечко обновила свой гардероб, тем более уже как бы фигура немножечко другая, размер другой. По возрасту что-то уже идет, что-то не идет. У меня, кстати, всегда в основном классический такой стиль одежды. Не люблю я такие casual, ну или как это сказать, не люблю я модные направления, мне, я знаю, что мне идет классический стиль, поэтому я всегда в него и одеваюсь. И вот как раз в прошлом году, когда я обучалась на MBA, я прикупила себе дорогой гардероб, но сделала это очень дешево. Первое. Я очень люблю Charity. Charity это благотворительные такие магазины, у нас это называется комиссионные магазины, но в их комиссионных магазинах продаются очень хорошие вещи, ну если покопаться, можно найти даже брендовые вещи. Очень дешево. За 1-2 фунта, за 10-15 фунтов можно брендовую вещь приобрести, которая стоит 600-700 фунтов. Ну это, конечно, надо очень долго и много ходить, следить за всем, в общем, знать все эти Charity магазины. Сейчас я вам рассказываю просто по-быстрому, как и что, а потом уже по конкретике и про Charity расскажу, и про eBay. eBay это веб-сайт продажи, как и Amazon, но Amazon я не очень люблю, тоже потом расскажу разницу между Amazon и eBay. На eBay я покупала абсолютно все свои платья, костюмы. Да, это вторые руки, second hand, но вещи иногда даже не ношены, или ношены один раз. Вот такие вот вещи. В этом году я купила платье, которое я надевала на выпускной, такое синее, которое я до отъезда в 2017 году, купила себе в Джон-Люисе по первоначальной цене. Оно стоило 150 фунтов, и это было очень, запредельная цена для меня. Но удалось еще получить кое-какую скидку в связи с тем, что, кстати, это одно из секретиков, если к вам приезжает какой-то человек из России или с другой страны по визе, вы можете получить такс-фри, отдав ему чек и заполнив на границе такс-фри. То есть у меня приезжала мама, и мы это платье еще прокатили через такс-фри за, по-моему, 20% скидка, что-то такое там было. То есть в итоге у меня платье вышло там в 130 фунтов. Но все равно это было дорого для меня. И вот такое же платье на eBay в этом году я нашла за всего лишь 10 фунтов. Можете себе представить? Оно было, конечно, не 14-го размера, как я купила, а 16-го. Ну а что за 10 фунтов? То, что за 150 и то, о котором я мечтала. Я просто это платье, когда покупала в Джон Льюисе в 2017 году за большие деньги. Я его полгода в голове вынашивала. Я его очень хотела. Я его добила. Но добила я его как? Я никогда не трачу деньги чьи-то или свои. Я ищу эти деньги. Если я что-то хочу купить очень дорогое, я стараюсь найти эти деньги не знаю, на асфальте или как-то подработать, заработать и так далее. Но они должны быть легкие. Поэтому именно в тот момент, когда я покупала это платье, я эти легкие деньги где-то нашла. Я не помню уже сейчас что, но я могу рассказать историю, которая произошла со мной в этом году. Мне очень сильно понравился синий костюм Хопс. Я очень долго искала такой костюм. Наверное, лет 5. Единственное, что меня смущало в нем, это то, что штаны короткие, по щиколотку. Я не очень люблю такой. У меня все-таки классический стиль. Но это было очень близко к тому, что я хотела. И я увидела это в Джон Льюисе. Опять же таки, я стала чаще ходить по Джон Льюису, потому что видела, что мои семьи, в которых я жила в качестве няни, а они высший, средний класс, они все, абсолютно все покупают в Джон Льюисе. Это считается, я не знаю, признаком богатства или что. Там очень хорошее качество, конечно. Это не сравнится с Примарком или даже в Тики Максе очень сложно найти такие вещи. Но в Джон Льюисе я всегда все, абсолютно все покупаю по скидкам, кроме вот этих двух вещей. Платье и костюм. Хотя костюм тоже был по скидке. Ну, в общем, костюм. Когда я его померила, все, он запал мне в голову, и я не знала, что делать. На тот момент у меня была мама, она сказала, нет, ни в коем случае, очень дорого. Я говорю, хорошо, если я эти деньги быстренько где-то заработаю, как-то найдут, упадут и так далее. Ну, помните, как я рассказывала про Минбилдон тоже. Если упадут, пойду. Не упаду, значит нет. Ну, и так вот. Абсолютно все я так делаю по жизни. Если это суждено, значит оно сбудется. Если не суждено, значит до свидания. И вот этот костюм происходил как раз в тот момент, когда у меня пошла монетизация на моем первом YouTube-канале Лондайленд, про который я вам рассказывала, там в основном деньги я получаю за Кейт Миттлтон и Меган Маркл. И как раз в тот момент я снимала эту премьеру фильма Король лев и получила 115 фунтов. Костюм стоил 150 фунтов. Так, на минуточку. Но был уикенд такой, надо следить еще за этим, где была 20% скидка абсолютно на все от Джон Льюиса. 20% скидка там с минусовать. А у меня 115 фунтов. Думаю, блин, надо еще где-то как-то подработать. И эта же Меган мне добрала там, по-моему, за 135 я купила. Продалось где-то через агентство мой видеофайл. 135 фунтов. Вот так вот за один день пошла отработала, купила костюм. Плюс к тому, я как раз уезжала вместе с этим костюмом в этом году уже домой. Я получила такс-фри за него. То есть костюм мне обошелся где-то за там 110 фунтов. Ну, может 115. И я теперь счастлива. Но носить мне его некуда. Пока я не получила такую хорошую работу. Я, кстати, ищу сейчас работу. Так что, если у кого-то какие-то будут предложения, пожалуйста, пишите. Я всем все буду отвечать. И если вам интересно то, о чем я рассказываю, пожалуйста, тоже пишите. Какие-то комментарии, может быть, какие-то вопросы задавайте. Или что-то рассказывайте, что с чем вы согласны, с чем не согласны. или какие-то свои примеры приводите. Мне очень важно слышать оценку моих подписчиков. Что вам нравится, что не нравится, о чем вы хотите узнать и так далее. Мне очень важно видеть то, о чем я рассказываю, вам интересно или нет. О чем бы вы хотели узнать? Ну, в общем, пишите. Не стесняйтесь. Жду ваших комментариев. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok